МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагаем вашему вниманию обзор прессы на сегодня. Россия просит Казахстан не применять огнестрельное оружие при задержании браконьеров на Каспии. Российская сторона в настоятельной форме попросила казахстанскую сторону принять всеобъемлющие меры по недопущению в дальнейшем использования огнестрельного оружия на поражение против российских граждан, приводит комсомолец слова и сообщения на сайте МИДа Российской Федерации. Как напоминает издание, 25 ноября при задержании двух маломерных плавательных средств, на борту которых находились 8 российских граждан, было применено огнестрельное оружие. В результате один из россиян погиб, второй получил ранение, остальные были задержаны. В этой связи 26 ноября Министерством иностранных дел России была направлена вербальная нота в адрес МИД Казахстана. Газета «Литер» со ссылкой на пресс-службу АКОРД сообщает, что президент Казахстана подписал закон о вопросах организации и проведении Экспо-2017 в Астане. Документ направлен на регулирование вопросов организации и проведение международной специализированной выставки на территории Казахстана. А в материале «Экологично» речь пойдет о перспективах развития общественного транспорта в Южной столице. К концу 2014 года более 60% общественного транспорта Алматы будет экологически чистым, сообщает издание. Как отметил в ходе Алматинского международного инвестиционного форума АКИМ Южной столицы Ахмеджан Есимов, в городе уделяется большое внимание развитию общественного транспорта. В Алматы запущена первая линия метрополитена. В следующем году будут введены еще две станции, цитирует Аким и газета «Литер». По словам градоначальника, до конца первого квартала следующего года поступит еще порядка 300 новых газовых автобусов. И общее количество экологически чистого общественного транспорта к концу 2014 года превысит 60%. Получит развитие электротранспорт «Экотакси». В декабре любителей бокса ждет множество первоклассных боев. Еженедельный экспорт-ревио анонсирует главный и, разумеется, самый ожидаемый в Казахстане поединок с участием Бейбута Шуменова. 14 декабря в американском Сан-Антоне Шуменов проведет бой за титул WBA в полутяжелом весе против словака Тамаша Ковача. Последний раз Бейбут выходил на ринг в июне прошлого года. За время продолжительной паузы казахстанского чемпиона критиковали, сбрасывали со счетов, но Шуменов возвращается. Его ждет уже не молодой, не самый грозный, но вместе с тем не имеющий поражений в карьере Словак Ковач. И хочется верить, что этот бой сложится для Бейбута успешно. А прессе на сегодня все. Читайте газеты. Редактор субтитров А.Семкин